Слава Господу, братья и сестры! Если можете, помолитесь за меня, знаете, чтобы Господь дал силы, долгое время стараюсь, знаете, одно дело другое. И Господа прошу тоже, тоже прошу Господа, чтобы Он тоже явил милость надо мной, прежде всего, в первую очередь. И нам сегодня, друзья, находясь на этом месте, Господь, Он по Своей великой любви говорит к нашим сердцам. Он любит Своё наследие, Он любит Своё наследие, и Он открыл нам путь к вечности. И, как вот мы сегодня уже слышали, нам напоминалось и о молитве, нам напоминалось, как мы должны молиться, какую молитву Господь принимает, не принимает, что мы должны сделать, как мы должны поступить, друзья, в этом отношении. И мы только должны быть благодарны нашему Господу Богу, что Он так, знаете, Он так делает из Своей великой любви, что Он так, знаете, старается к нам донести, слово Его донести к нашим сердцам. И я думаю, что, может быть, мы уже и благодарили нашего Господа Бога, если мы в чём-то увидели себя, может быть, знаете, во свете Слова Божьего что-то не так, может быть, с нами. И мы можем сказать, Господи, прости нас, Он дарует это благоприятное время. Прости, Господь, и не надо много, друзья, омой меня кровью Твоей Сытою. И Господь, Он слышит, и Он даёт ответ, как говорится, мы можем это сделать в нашем сердце. И никто, может быть, даже и слышать не будет, но Господь, Он слышит, как нам и сегодня и напоминалось, и когда говорилось о молитве, так же нам напоминалось сегодня о этом муже, муже, который угодил Господу, который так старался следовать за Господом, который возлагал свою надежду на Господа, это за Давида нам напоминалось. И оно, знаете, друзья, когда вот слышишь такое, оно как-то подкрепляется, наш дух, наш внутренний человек, когда слышишь такие вот слова, друзья, или, может быть, мы вот поём тоже песни, тоже там Господь говорит к нам через песни, Он знает, как, знаете, проговорить к нашему сердцу, как поддержать, может быть, нам, нас, как открыть наши духовные очи, что мы могли увидеть себя, наше, знаете, состояние. И так же нам напоминалось, друзья, значит, мы пели песню «Со мной прибудет Дух Святой». «Со мной прибудет Дух Святой». Друзья, как это важно, знаете, в нашей жизни, когда мы действительно призываем Дух Святой, чтобы Он действовал в нашей жизни. Когда мы, знаете, когда мы молимся Духом Святым, когда мы исполняемся Духом Святым, это очень тоже важно, друзья, и вот эти слова нам напоминали «Со мной прибудет Дух Святой». Это важно, друзья, и Слово мы слышим, и Дух Святой. Значит, сегодня нам напоминается именно, что мы давали место Духу Святому тем самым. Оно, знаете, Господь говорит, Он нам напоминает, и с другой стороны, нам напоминалось, что Христос, Он прилежно молился, и дальше нам говорилось, что так, кажется, вроде кратко, все вот служение, так оно проходит, друзья, чтобы на первом месте в нашей жизни был Господь, чтобы Он занимал первое место в нашей жизни. И, друзья, это все для нашего назидания, для нашего духовного роста. Господь любит свое наследие, и Он доказал свою любовь за нас на кресте на Голгофе. И Он доказал свою любовь. Ему не надо доказывать Его любовь к нам, друзья, ибо Он любит нас. И когда мы, друзья, бываем в служениях, в понедельник, и Господь тоже нам нечто открывает, нечто говорит тоже Духом Святым, и Господь наполняет нас, когда мы просим Его, когда мы предстаем пред Ним, когда мы взываем к Нему, и сила Господня сходит, Дух Святой наполняет наши сердца, нашего внутреннего человека. Друзья, Бог с нами, Он видит нас, Он слышит нас, Он знает наши сердца, наши желания. И вот сегодня тоже, и мне сегодня получилось тоже напомнить некоторые места Священного Писания, друзья, и читаю первое место. Это написано, третья книга царств, 19 стишок и ниже, глава 19, и буду читать с 9 стишка ниже, извините. «И вошел Он туда, в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к Нему слово Господне, и сказал Ему, Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревнувал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыне Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». И дальше произошли определенные действия. Мне сегодня ложится, друзья, именно обратить наше внимание на то, что здесь говорится, что Господь говорит, обращается Ему, что ты здесь, Илья? Или мы так привыкли говорить, Илья, здесь говорится, Илья. А мы просто тебе так говорим, Илья, что ты здесь? Такой вопрос задает Господь Илья. Но мы знаем, какие субъеки этому предшествовали, когда Илья явился перед Ахавом, когда он был на горе Кормил, куда огонь сошел на его жертву там, на этой горе Кормил. И дальше, куда там Ахав, она послала посланца и сказала, что так же будет с тобой, как ты сделал с этими ложными пророками, хотя она их там называла ложными, и что будет с твоей душой то же самое, что с ними. И он, как Слово Божие говорит, он ушел на путь, в пустыню ушел далеко, на целый день Ему это предстояло, в этот путь. Он ушел там, сидел по этим можжевелевым кустам, простил себе смерти. Друзья, конечно, здесь говорится о том, что мы можем переживать в нашей жизни, друзья. Мы можем всякое переживать в нашей жизни. Как мы видим, там было такое благословение, пережил и сам же и пророк, и народ израильский, когда огонь сошел на его жертвенник, и, как Слово Божие говорит, и пожрал это все всесужжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая была в рвене. Сколько была приятна вот эта жертва, жертва пророка Ильи Господу, что он показал пред всем Израилем, он показал пред всем Израилем, насколько вот эта жертва была ему приятна, и он показал, кто есть кто. Кто такой Ваал, а кто такой Господь Бог. И мы видим, это все предшествовало этому, но здесь, как мы видим, когда он уже сидел под этим оживелем кустом и простил себе смерти, и когда Господь послал ангела, куда он подкрепился этими лепешками и водой, и он шел 40 дней и 40 ночей к горе Божией и Хорил. И вот здесь Господь ему такой дает вопрос, что ты здесь, Илья? И оно, друзья, конечно, может быть и сегодня, и каждому из нас мы тоже можем сказать, как бы сказать, Господь звучит, может быть, этот вопрос, каждому из нас. Вот мы пришли на это место, знаете, вот в каком расположении сегодня, знаете, наш внутренний человек, с чем мы пришли сегодня, что мы принесли сегодня, какое наше состояние. И это, знаете, это может звучать, вот этот вопрос, каждому из нас, находящемуся сегодня на этом месте. Что ты здесь, Илья? Или сказать другими словами, почему ты здесь, Илья? И вот, как мы видим, он дает такой ответ. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили, мечом остался я один, и моей души ищу, чтобы отнять ее. А мы видим, что, как он, друзья, именно, он выразил вот это все, что было у него, знаете, его внутренности, вот эти переживания, эту всю горечь, это все, что ему пришлось пережить, он это все высказал Господу. И там произошли определенные события, когда Господь ему сказал, там и ветер, и скалы, и огонь, и тихое вение ветра, значит, произошло. И снова, Господь снова к нему обращается, и сказал, что ты здесь, Илья, два раза. Смотрите, Бог подчеркивает, Бог обращается два раза. Почему ты здесь? Я так говорю своими словами, Илья. И вот то же самое, как бы сегодня, оно может быть звучит и каждому из нас, друзья, вот это слово. Как ты здесь? С чем ты здесь? Как ты сегодня, твое состояние? И он снова, мы видим, что он говорит. Он сказал, возревнувал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыне Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили, мечом остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее. То же самое он дает ответ Господу. И мы видим, друзья, когда Господь, видя вот это состояние пророка, видя вот это его, знаете, такое внутреннее переживание, Удан предстал пред Господом, и он его подкрепляет. Он не сказал ему там, что, может быть, почему ты там ушел, почему ты его ставил, значит, Израиль, почему ты ушел туда, убежал. Он его, друзья, не сказал ему так, и не, как бы, не укорил его, но мы видим, наоборот, Господь утвердил его, укрепил его, потому что здесь он ему дает такое повеление, 15-й стишок, и сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и куда придешь, что помашь Азаила, царя над Сирией, а Иуя сына Анамиссии, на помашь царя над Израилем, Елисея же сына Саватова, из Авел Мехолы, помашь пророков вместо себя. Но здесь обратим наше внимание, друзья, на вот это слово, «возревновал я, о Господе Боге Саваофе». Вот здесь, друзья, как бы сказать, это все, как бы, самое сердце вот этого всего, что говорил, как отвечал вот пророк Илья, «возревновал я, о Господе Саваофе». Друзья, и это сегодня очень важно тоже для каждого из нас, находящегося на этом месте, именно, как я уже и напоминал, вот насколько у нас сегодня есть ревность, знаете, по нашему Господу, насколько у нас сегодня есть ревность, вот сблизиться с нашим Господом, «возревновал я». И я, знаете, выписал себе вот такое, что значит, например, вот слово «ревностный» – «самый усердный, самый прилежный, предавшийся всею душою делу, делу, скажем, по-нашему, как христианам, делу Божьему». Ревностный. Вот такой, что такое ревностный человек? Вот что такое ревность? Самый усердный, прилежный, предавшийся всею душею делу Божьему. Представьте себе, друзья, сами. Вот в чем именно заключается ревность? А он говорит, «возревновал я». Пророк обращает, он дает ответ Господу и говорит, «возревновал я». И сегодня это очень тоже, знаете, друзья, очень важно для каждого из нас, для каждого последователя Иисуса Христа, именно, друзья, насколько, знаете, вот это у нас есть тоже вот это качество, ревность. И я хочу тоже еще почитать места Священного Писания. Написано, мы почитаем, здесь говорится, в Иоанне от Иоанна, и глава будет вторая, я буду читать 13 стишка, и ниже. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели минувщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у минувщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики Его вспомнили, что написано, «ревность по доме Твоем снедает меня». Мы видим, такие вот субъектия происходили, друзья, в свое время, с нашими Спасителями Иисусом Христом, и мы видим, вот эти все действия, которые произошли в храме, и именно вот какая вот эта ревность была в нашего Спасителя Иисуса Христа, когда он пришел в вот этот храм, когда он увидел вот это все, что там происходило, и уже написано, что ученики вспомнили, что ревность по доме Твоем снедает меня, то есть съедает. Он не мог смотреть, знаете, вот на это все состояние, которое было, значит, тогда в этом храме, в Иерусалиме. Конечно, друзья, но мы знаем, что наши тела, они являются храмом Духа Святого. Господь поселился в наши сердца Духом Святым, и поэтому мы видим, друзья, здесь ревность, такая была нашего Спасителя Иисуса Христа, и это там отразилось вот на этом всем, вот на тех событиях, которые тогда произошли в этом храме, и, конечно, друзья, сегодня оно тоже, мы можем как бы для себя тоже дать ответ, вот насколько, знаете, мы, мы вникаем в себя, в себя, насколько вот мы, вот даже, друзья, вот в нас есть такая ревность, именно, знаете, сближиться с нашим Господом, искать нашего Господа, и с другой стороны, что мы могли увидеть во свете Слова Божия наше состояние, состояние нашего внутреннего человека, что мы могли увидеть, какие суббития происходят в нашем храме, сегодня, находясь на этом месте, друзья, и здесь именно еще говорится, что не так, может быть, мы, знаете, так посмотрели на себя, ну и как-то убаюкали себя, ну как-то оно будет, как-то оно пройдет, значит, Господь любит, Господь есть любовь и так дальше, но здесь именно говорится, подчеркивается, ревность по доме твоем снедает меня, поэтому оно очень важно, друзья, как и мы сегодня вникаем, знаете, в себя, знаете, в нашего внутреннего человека, в нашу жизнь, в наше хождение, пред нашим Господом, пред нашим Господом и нашим Спасителем и Иисусом Христом. Очень важно, друзья, это отношение наше к Богу и наше отношение к ближнему нашему. Это, как говорится, оно такое, что оно связано друг с другом. Отношение к Господу, отношение к нашему ближнему. Здесь оно идет вверх, к нашему Господу, здесь мы рядом, мы стыкаемся с нашими друзьями, мы стыкаемся с нашими братьями и сестрами. Друзья, как оно есть, Как оно происходит сегодня, это очень тоже, как мы видим, оно имеет великую, значит, перед Господом вот эту ревность, ревность, друзья. И как мы и слышали, что именно это, когда мы предаемся всею душою, вот на это, на дело Господне. И поэтому, друзья, да благословит нас Господь сегодня на этом месте, что мы могли увидеть, знаете, нечто во свете Слова Божия. Читаю дальше, еще место священного писания, это послание будет к Титу, глава вторая, и буду читать с 11 стишка и ниже. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеку, научающая нас, чтобы мы, отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и учистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Слово мы видим, друзья. Господь сделал со своей стороны все. Он все сделал со своей стороны. И он открылся нам. Он вселился в нас, в наши сердца Духом Святым. Мы есть храм Духа Святого. И здесь именно еще подчеркивается для нас всех, друзья, «Чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Народ особенный, ревностный. Снова подчеркивается, именно это слово говорится «ревность», друзья. Снова, насколько мы, вот сегодня, как я уже говорил, во свете Слова Божьего можем увидеть себя. И даст Господь, что так оно было, что мы действительно могли увидеть себя сегодня. Вот именно, друзья, насколько у нас вот эта ревность к добрым делам. И слово это звучит, друзья, к нам. Именно оно сегодня как бы подбодряет нас, подкрепляет нас. Оно открывает наши духовные очи. Ревностный к добрым делам. Поэтому, друзья, мы будем внимательны к тем действиям и к Слову Господнему, которое сегодня, друзья, звучит. Потому что приходит, бывает такое состояние, так как я уже говорил, что Господь делает все, и, может быть, Он избрал нас, и в свое время, знаете, была у нас ревность по Господу. Мы шли за Господом, мы старались угодить Господу. Мы старались использовать это время, которое Бог нам дает, как в другом месте написано, что мы не покидали собрания, у которых есть обычай. И люди, бывает, знаете, мы привыкаем, Бог нам дает служение, что мы этого неделя не оставляли служений, собраний. И вот, друзья, мы можем вот здесь именно увидеть себя. Народ особенный, ревностный к добрым делам. И тем более дела. Дела, которые мы можем делать сегодня. Справа, слева. Кому-то в чем-то, знаете, кто-то в чем-то нуждается, чем-то помочь, кому-то, знаете, чем-то подкрепить, помолиться, друзья, прибить в посте. Это очень важно. Это все, друзья, здесь говорится, ревностный к добрым делам. Народ. Желание Господне, что так оно было, друзья. И поэтому читаю дальше место священного писания, которое, может быть, нам нет, что тоже сегодня проговорит к нам. Это будет книга Откровения, глава 3, 14 стишок и ниже. И ангелу Ладюкийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной и истинной, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. А мы слышали, народ особенный, ревностный к добрым делам. А здесь мы читаем, друзья, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. А если ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, и жалок, и ниш, и слеп, и наг. Итак, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Снова, друзья, Господь обращает внимание. Вот этой Кладикийской церкви, как мы видели, там он перечисляет все то, что у них негативно, в чем они, вот это, как бы они жили в этом и не видели этого, своего состояния. Он это все открывает им, и в девятнадцатом стяжке говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Смотрите, друзья, обличаю и наказываю даже. Если бы только, ну, было обличаю, а здесь подчеркивается, и наказываю. Поэтому, насколько это важно, друзья, нам, когда Господь по Своей любви открыл состояние Лаутикийской церкви, Он открыл это их состояние, и Он говорит, «И так будь ревностен и покайся». Снова Он обращает внимание. Еще не все потеряно. Встань на прежнее положение, встань на прежнее свое место, будь ревностен и покайся. Бог обращается сегодня и к нам, друзья. Именно. Он говорит об этой ревности, которая должна быть в нас, которая должна сопровождать нас, и которой, друзья, мы должны руководствоваться в нашей жизни. Она должна быть ревность в нас, друзья. Не так, знаете, значит, с таким, может быть, прохладой такой. Ну, там в собрании у меня что-то другое. Там нужно, может быть, что-то сделать, у меня что-то другое. На доброе дело, может быть, кто-то другой. Но мы видим, друзья, Бог призывает, будь ревностен. Это говорится к нам. Это не каким-то избранным людям, которые, может, занимают какое-то высокое положение. Всем, независимо. Это слово звучит для каждого из нас, друзья, и сегодня находящихся на этом месте. И читаю еще место тоже, которое нам тоже нечто, я думаю, открою, друзья. Я люблю читать это место тоже даже для себя. И я читал это, и куда вот у нас бывают молитвенные служения, тоже читал. И сегодня хочу перед всем народом почитать это место, напомнить для нас, друзья. Это будет послание Колоссянам, четвертая глава. И читаю с двенадцатого стиха и ниже. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибили совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Мы видим, апостол упоминает имя этого ученика, последователя Иисуса Христа, Епафрас. И здесь говорится, и он говорит, что которые всегда подвязаются в молитвах за вас. И дальше, тринадцатый стишок, «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находящихся в Лаудикие и Иераполе». Смотрите, друзья, этот Епафрас, он молился за те, которые были, как здесь говорится, и Иераполе, и Лаудикие, и Колоссах, и Лаудикие. А мы читали, какое было состояние Лаудикийской церкви, друзья. И вот, я так думаю, что Бог побудил в сердце этого последователя его Епафраса именно молиться. И здесь именно упоминается Лаудикия. Бог побудил его, я так верю, Духом Святым, чтобы он молился за Лаудикийскую церковь. Потому что, как мы слышали, когда нам читалось, какое состояние было в этой Лаудикийской церкви. И это очень важно, друзья, и здесь именно подчеркивается, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящейся в Лаудике и Иераполе. И поэтому оно сегодня, друзья, оно, это слово касается нас. Если мы слышим где-то что-то, если, может быть, нас призывают, друзья, какие-то есть нужды, а этих нужд есть много, друзья. Когда мы сходимся в понедельник, мы там перечитываем один раз, другой раз, и еще бывает есть те нужды, которые мы уже зачитываем, уже молимся некоторое время за них, и снова народ Божий еще говорит еще за это, еще за это. И мы видим, друзья, этот последователь Иисуса Христа, что Он имел великую ревность. И Он молился, вот как здесь и напоминается, друзья, за те, которые были в Лаудике и в других этих церквях. Поэтому, друзья, да благословит нас Господь Бог, чтобы мы тоже как бы поставили, знаете, себя вот так, в такое, знаете, состояние, чтобы мы могли увидеть себя прежде всего во свете Слова Божия, и чтобы мы могли подвязаться вот за эти, друзья, определенные, здесь, как в данном случае, и нужды, может быть, за церковь, может быть, за отдельных членов церкви, за какие-то нужды, которые есть в церкви. Поэтому, читая еще одно место в Священном Писании, это послание к евреям, 6 глава, 7 стишка, почитаю и ниже. «Земля, пившая многократно всходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения». Очень строгие и серьезные слова в свое время прозвучали послания к евреям апостола Павла. Здесь говорится о земле. Конечно, здесь образно говорится, друзья, о земле. Земля, на которой сходил дождь, и она производит доброе, она получает благословение от Бога. Но, друзья, здесь снова предупреждение бывает другой род земли, который не производит доброго чего-то. И почему-то оно сегодня, вы знаете, звучит к нам, хотя дальше мы будем читать девятый стишок. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так». Он как бы выражает такую надежду все-таки апостол. «Мы надеемся, говорит, что вы в лучшем состоянии, дал бы Господь Бог, друзья, чтобы так было и оно и с нами, друзья, что мы были в лучшем состоянии, нежели, как здесь говорит Слово Божье. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы казали во имя Его послужив и служа святым». Но здесь оно, конечно, звучит как предупреждение для каждого из нас. Я помню, недавно было тоже откровение сказано для всех, которые там были на молитве. Господь так сказал, Дух Святой сказал, Господь говорит и предупреждает. Господь говорит и предупреждает. Оно похоже вот этому месту Священного Писания, которое мы читали, друзья, тоже сегодня. Господь говорит и предупреждает. И дальше одиннадцатый стишок. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражая тем, которые веру и долготерпением наследуют обетование». Мы видим, друзья, снова говорится за ревность, чтобы ревность наша была постоянно. Не так, что, может быть, один день есть, там какое-то время нету, когда мы пришли где-то на служение, через слово мы немножко обудрились, у нас ревность немножко возросла, снова мы ушли, снова значит, что-то у нас, а здесь говорится, друзья, указывай такую же ревность до конца. Это призыв Господний сегодня, он звучит каждому из нас. И да благословит нас сегодня Господь Бог на этом месте, что мы могли принять все эти слова жизни, которые звучали сегодня на этом месте и могли так жить и так поступать, как Слово Божье говорит, а Ему да будет слава, хвала вечному Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться, друзья. Слава Тебе, 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 Слава Тебе,